Здравствуйте, меня зовут Гера Митраш и сегодня у нас разговор пойдет о скриптах. Для тех, кто не знает, что такое скрипт, я скажу, что это продуманный текст разговора с клиентом. Для чего пишутся скрипты? Скрипт пишется для того, чтобы облегчить обучение нового персонала, для того, чтобы администратор, который разговаривает с клиентом или менеджер, чувствовал себя более уверенно. И также скрипт нужен для того, чтобы доходчиво донести полезную информацию для клиента, удовлетворить заранее его возможные вопросы, возражения и, естественно, продать продукт. Но у скриптов также бывают и минусы. Общение персонала с клиентом становится более шаблонным, так скажем, неживым. И клиент, естественно, это может очень хорошо почувствовать. Я всегда боялась, что заучивая определенные скрипты, если мы будем одно и то же повторять гостю, наш вайб Митражбани, он, так скажем, будет уже не таким душевным, не таким искренним. Хотя, несмотря даже на душевность, на искренность, которую мы стараемся передать, скрипты все равно, тем не менее, важны. В конце видео я расскажу, какие скрипты я считаю дурацкими, неправильными, но это будет в конце видео. А сейчас я хочу рассказать, почему такую большую важность я придаю этому аспекту работ с администраторами и с менеджерами. В самом начале нашей деятельности, это было 17 лет назад, мы тогда назывались еще Бритиш Баня, сейчас я напоминаю, мы называемся Митражбани, и у нас уже две Митражбани. Это Митражбани Легенда и Митражбани Азия. В самом начале я, естественно, хотела, чтобы мы совершали уже прям сразу как можно больше продаж, и наш комплекс пользовался спросом, успехом. Я очень много времени проводила, сидя с администраторами и слушая, как и что они говорят клиенту. Тогда я еще вообще такого слова даже не знала, скрипты, но очень быстро пришла к этому пониманию, узнала, как то, что я делаю с администраторами, оказывается, называется скриптами. Это было мое интуитивное видение работ с администраторами на тот момент. Я старалась увидеть Баню и то, что мы предлагаем, именно глазами клиентов. И вот на этом хочу сакцентировать внимание ваше, потому что это самая основная опция, когда вы работаете со скриптами, когда вы работаете с администраторами, чтобы вы могли прописать скрипт, слушая ушами клиента. Возвращаясь к этой истории, когда я сидела с администраторами и слышала, как они продают Баню, я очень много и часто слышала удивление и возмущение гостей, почему так дорого. На самом деле ответ пришел достаточно быстро. Мне как вообще это вот изменить видение гостя? Я себе представила, что вот я гость, допустим, хочу заказать баню. Я живу в Челябинске, допустим, в Омске, ну неважно в каком городе на тот момент России я живу, потому что таких бань вообще не было тогда в России. Я хожу в баню к своим друзьям, я хожу в общественные бани, да, и там это стоит условно там 500 рублей, там 200 рублей, 250 рублей, да, или же вообще бесплатно, если я иду в баню к друзьям. И тут мне называют цену 10 тысяч рублей. У меня перед глазами какая картинка? У меня перед глазами та баня, которую я знаю, я другой не видела. И когда мне за ту баню, которую я знаю, почему-то называют сумму 10 тысяч рублей, то, естественно, у меня вызывает это не просто там раздражение, да, то есть, ну как бы недоумение, раздражение, то есть, ну и в какой-то степени озлобленность даже, вы что там в Сочи охренели, что ли, такие цены называете, там с ума сошли вообще от туристов. Я очень хорошо понимаю такого клиента. Встал второй вопрос, а как донести до клиента, что это другая баня? Мы стали думать, разрабатывать. Тогда на тот момент я приятельствовала, так скажем, с журналистом Мариной Ахмедовой, и она мне тогда сказала, что она говорит, я пишу свои рассказы с помощью картинки. То есть, сейчас время слайдового мышления, и люди видят мир картинками. И я стала думать о том, как мне рассказать о нашей бане так, чтобы клиент сразу ее увидел. Дальше возникла вторая сложность, как подобрать эти слова. Я опять стала слушать администраторов, и администраторы, допустим, говорили так, а еще у нас на комплексе есть баня ежиха. Как вообще должен себе человек представить, что такое баня ежиха? Я вообще, ну, совсем непонятно. Это не приходит сразу в голову. То есть, мы называем ее ежихой, да, мы называем ее ежихой с утра до вечера, несколько дней подряд, там, месяцев к ряду. Для нас это естественно. До меня стало доходить, что создать картинку, это на самом деле прям целое искусство. И мы стали говорить, что вас положат на сено, с вами будет работать два банщика. Мы используем там очень хорошие веники, вот они у нас такие пушистые. Мы стали добавлять тактильности и запахов в наше описание. Мы стали говорить о том, что используем отвары из трав. Мы стали называть эти знакомые запахи, ромашка, эвкалипт, пихта, вот. Для того, чтобы гость мог войти уже, такое было превью у него, вход в нашу атмосферу. То есть, мы стали ему рассказывать процесс. Окей, с этим как-то более-менее справились. Но если гость сразу начать грузить всем этим, то, ну, есть большая вероятность того, что он нас недослушает. И как сделать этот скрипт коротким? Я опять стала слушать администраторов, и когда они разговаривали с гостями, гости очень часто спрашивали о цене. И как отвечал на это администратор? Он начинал рассказывать, сколько у нас стоит аренда, сколько у нас стоит массаж, сколько у нас стоит парение. И я прям слышала, как раздражается клиент, и у него было такое прям, ну, а сколько я заплачу? И у гостя возникает такое, ну, это прям слышно через телефон, через пространство. Люди чаще всего воспитанные, они продолжают слушать администратора, но тем не менее вероятность того, что он купит, становится все меньше и меньше. То есть гость хочет понять, сколько он заплатит всего. И тогда возник скрипт. И скрипт, кстати, это такая штука, которую неплохо было бы выучить наизусть. На тот момент я прям, опять же-таки, интуитивно заставляла администраторов выучить этот скрипт наизусть. Я, как сейчас помню этот скрипт, обычно наши гости оставляют 25 тысяч рублей за 3 часа на человека, включая аренду, какую-нибудь спа-процедуру и парение. Администратор должна была выучить это скороговоркой. Слово «обычно», оно, допустим, в данном скрипте, оно неспроста. Это, опять же-таки, оно было придумано для того, чтобы сразу проработать работу с возражениями клиента. Это действительно была дорогая цена, очень дорогая для людей, когда еще не было подобных бань. И когда мы произносим слово «обычно», значит, у гостя автоматом возникает вопрос. Ага, там все-таки есть люди, которые платят такие деньги. И скрипт – это, на самом деле, составить правильный скрипт – это искусство, это искусство продажи. И вторая история, она, на самом деле, для меня достаточно грустная. Мы открыли Митрош Азию, и встал вопрос, так как у нас теперь два комплекса, встал вопрос об открытии колл-центра, чтобы администратор перенаправлял клиентов либо в Митрош Легенду, либо в Митрош Азию. Ну, естественно, встал вопрос опять со скриптами, с новыми скриптами создания. Я самонадеянно подумала, что тема у нас уже проработанная, легкая, и с этим достаточно легко справиться. Тем более, что менеджеры наши, они весьма талантливы, весьма умны. И я думала, что тема будет весьма легкая для них. Оказалось, нет, прям реально была грусть грустецкая. Это были скрипты, как будто бы написанные, ну, как бы из журнала, тексты из журналов. Но грустно было не это. Грустно было то, что мне очень сложно было донести, и я потратила на это достаточно много времени, донести, что человеку нужно человеческое общение. И вот здесь я перейду к тому, что обещала в начале этого видео. Я расскажу, что такое дурацкие скрипты, и приведу примеры, чтобы вам было доходчиво и понятно. Дурацкие скрипты – это сложные скрипты, когда администратор не может их выучить. Также дурацким скриптом я считаю пафосный скрипт. Я считаю дурацким скриптом, скрипт, так скажем, мисочевидность такой, мистер-очевидность, мисочевидность, да. Но чаще всего он используется, когда не по телефону разговаривают, а, допустим, администратор уже встречается с гостем, и гость, допустим, задает такой вопрос. Из чего сделан ваш комплекс? И администратор так вот поводит глазами, говорит, вот у нас деревянные тут столбы. Я когда это слышу, мне хочется убить. Будет крайне некорректно винить персонал в том, что они некорректно разговаривают с клиентом. Все-таки это задача управляющего и менеджеров, если таковые имеются, работать с персоналом над тем, чтобы они грамотно и правильно рассказывали об услуге либо о комплексе. Следовать ли четко скриптам – это большой вопрос. Иногда это принципиально, как вот то, о чем я говорила ранее, да. Иногда это не принципиально. Скрипт, он, ну, он сам по себе не живет. Скрипт, он всегда в контексте. И мы делали такую вещь, мы сначала у гостя спрашиваем, были ли вы у нас. Если гость говорит, я у вас был, зачем ему рассказывать о наших ценах? Второй момент – откуда вы о нас узнали? Если он узнал о нас из СМИ, из интернета, то вполне возможно, да, ему нужно будет рассказать и о нашем комплексе, и о нашем ценообразовании, и о том, сколько он потратит. Если же он узнал о друзей, то, скорее всего, он знает уже достаточно много о нашем комплексе, потому что, ну, люди склонны делиться, когда рассказывают о чем-то, ну, и эмоционально, то есть они расскажут и передадут эмоции, скажут, что да, это… И сарафану вообще прекрасен, и когда работает сарафан, скрипты не так уж важны и нужны. Если он пришел через интернет, через какие-то другие источники, да, придется потратить на гостя определенное время. Но для того, чтобы все-таки у администратора была такая определенная свобода, то разрешается, безусловно, понимая суть предмета, импровизировать. Насколько импровизировать администратору, должен, опять же-таки, решать управляющий. Посидев не один раз с этим администратором и послушав вообще, как и что он говорит. Иногда просто, ну, говорят совершенно дурацкие вещи и абсолютно не в тему. Ну, а если администратор вообще постоянно говорит не в тему, то, конечно, его надо увольнять. И с метршазией что пришлось сделать? Пришлось опять вникать в суть вопроса и помогать уже администраторам и управляющим прописать эти скрипты. Но, безусловно, я сейчас это не делаю полностью за них. Я все-таки требую, чтобы люди развивали свою творческую составляющую, свои скиллы, и они предоставляли определенную информацию, с которой я уже могу, так скажем, ее корректировать и с этим работать. Если говорить про универсальные скрипты, то я бы сказала, что универсальным скриптом должно быть одно единственное слово – здравствуйте. И когда администраторы или же персонал забывает поздороваться с гостем, я думаю, что это достаточно большое упущение этого коллектива в целом. С вами была Гера Митрош. На этом канале я буду рассказывать о бане, о бизнесе, о философии бизнеса, о психологии бизнеса и не только. Обязательно подписывайтесь. Очень вам рада. У меня к вам большая-большая просьба. Напишите, пожалуйста, насколько интересно вам было слушать меня. И какие темы вы хотите, чтобы я затронула на своем YouTube-канале.